Я солдат Жемелинский Василий Леонидович, солдат Гройных Сил Украины. Находюсь сейчас в Донецкой Народной Республике, ну, как в плену, да. Расскажи, где мы сегодня были, что ты видел? Сегодня меня повозили по Донецку, по разбитым селам, по окраине города. Там вообще я не наблюдал ни одной позиции военной. Так, как сказали, тут российские военные стоят. Я тут ни одного не видел. Во-первых, россиянина, во-вторых, ни одной позиции не видел. Бачил те, что люди, просто люди гражданские живут по подвалам. Вот. Живем с внучкой в подвале. Показать вам подвал? Представляю. Представляете? А я четыре года живу в подвале. Дети ходят, в школу не могут перейти. За что нам вот это? Что мы хотели отделиться от этих придурков, да сами жить? Так нас теперь гарантами, пулеметами обстреливать. Я в школу дитину веду, по мені снайпер стреляет. Під заборами лежи, пока я до автобуса найду. Показать. 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 Мы вас освобождаем. От кого? От самого себя. Людина тебе задает вопрос, ты не знаешь, что ей ответить. Ну что ты ей можешь ответить, если? Тебе дают приказ, ты выполняешь его. Это надо задать верхушкам нашего правительства. Им надо вопрос, эти их на моё место, сюда, на место пленного. И их так повозить, чтобы каждая людина задала им этот вопрос, что сегодня мне задавали, зачем это и тому подобное. Что мы сделали плохого? Кому? Да у меня дверь только 8 градусов приземлилась, а хата разбила, в подвале в чужом живой. Что бы меня сделали нищим? Я солдат, я не могу на этот вопрос ответить. То, что тут просто мирный люд, то, что мины падают просто в город. Люди все могут идти собе, ничего не на работу, в школу и тому подобное, в магазин просто в аптеку вийти. И мина падает и все. Дети бегают и гуляют. Просто прильоти в город. Тут где-то есть наши позиции, танки? Нет. Я уже вижу, что тут ничего нет. Вполне красивый, тут все хорошо. Вот по окраиням, там где мы ездили, там разбито. Вот нацизм это плохая вещь и фашизм. Затем же вы идете сюда. Вот такая реальность, а не то, что рассказывают нам там лишнее. Тут обычные люди, шахтеры, что в Донецке жили, люди спрашивают, задаются вопросом, вы воюете сами с собой или как? Здесь у нас давно наши земляки. И мы воюем, куда сегодня? Гражданская война. Это очень-очень плохо. Разве можно воевать друг против друга? Мои впечатления такие, что безусловная эта война. Мы, я вам скажу так, воюем сами с собой. Ну отстань перед зеркалом, бей себе в лоб. Вот такая самая война. Мы воюем против обычных людей. Обычных. Донбасовцев. Шахтеров. Таких людей. А нам это не было. Можем, где мы только что были, там где в город прилетали. Дети ходят. Идут себе беззащитно. Тут нет сверхъестественных, что ходят там киберы, какие-то россияне. Я тут побачу просто обычных донбасовцев, шахтеров. Таких людей. А нам и рассказывают, что тут чеченцы и тому подобное. И Россия. Не знаю, я такого тут не побачу. Тут я побачу обычных людей, таких, как и мы. Нема смысла воювать. Тихо. 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 Тихо.